Девушки отдыхают Служит печаль, словно метель Он не вернется теперь На двоих один день рождения И живем вот так вместе празднуя Только мальчики снятся разные Здравствуйте! Вы смотрите программу Персона Грата Сегодня у нас в гостях две очаровательные певицы Женщины с ароматом утренних свежих роз У нас в гостях сестра Роуз Я обомлела такой Ты знаешь, ты первая, кто назвала нас женщиной Обычно нас зовут девочки Девочками я буду называть Вас в течение всей программы Элла не хочет быть девочкой Она хочет, чтобы ее по имя-отчеству называли Мы уже не девочки Девочки, на самом деле За все эти годы, которые прошли Вы стали только лучше, вы стали только краше Вы стали еще ароматнее Это как аромат Таких хороших свежих роз Ваше имя и ваша жизнь, по-моему, была усыпана этими розами И я бы хотела, чтобы мы сегодня об этом поговорили Я была у вас в гостях не так давно в Майами Я была у Дины И хочу сказать огромное спасибо за такое гостеприимство Меня все спрашивали, а когда они будут в Нью-Йорке? А когда они будут в Нью-Йорке? Так я торжественно объявляю, что сестра Роуз в Нью-Йорке! Будем в Нью-Йорке Мы уже в Нью-Йорке Будем в Нью-Йорке Вот 18 мая У нас получается хорошая очень такая встреча В национале Будет выступление Выступление и встреча со всеми друзьями и близкими Это будет теплая встреча Мы там будем петь, будем вспоминать Будем что-то новое представлять Вот 18 мая мы встретимся со всеми в национале в Нью-Йорке Я так понимаю, что вся ваша жизнь связана с Нью-Йорком Вы когда-то здесь начинали В этом легендарном национале Который мы будем, естественно, сегодня вспоминать В который вы пришли очень-очень много лет назад Детьми пришли Вам было по 17? Ну, примерно так Но мы до этого у нас все-таки был момент, где мы выступали на американской аудитории На американской сцене Но втянулись мы как бы перед русскоязычной Это начиная с национальной Брайтон того времени, конечно же, ассоциируется с именами Это Вилли Токарев Это, понятно, сёстра Роуз Люба Успенская Да, даже песня есть такая Миша Шафутинский Да, да И спустя Толик Могилевский Конечно Все вот такие мэтры Сегодня, когда вы возвращаетесь на Брайтон Сердце ёкает, когда проходите националь, когда столько всего было в жизни Ёкает сердце И это наше, это кто мы есть, это наш мир русскоязычных иммигрантов или просто приезжих И мы всегда радуемся там быть Это в Брайтоне есть история Нет, есть многие, которые обходят почему-то русскую общину У них это ассоциируется с каким-то иммигрантами Вот обрезливость Очень много Я тоже Да, вы что, я туда не пойду У нас этого нет, потому что мы как-то росли в Америке и принимаем наше прошлое Мы же все-таки русскоязычные люди Мы все-таки выросли в Советском Союзе первые там 10-12 лет нам было Приехали сюда иммигрантами и имеем какое-то отношение к русской культуре И мы не стесняемся ее Вот у меня вопрос, я тоже, кстати, очень удивляюсь Почему люди, которые приезжают сейчас и раньше приезжали Почему они плюются и так неуважительно относятся к тому же самому Брайтону Потому что все хотят сразу Культура русскоязычная в центре Америки Многие, которые приезжали еще в времена, бывшие времена Они хотели сразу почувствовать себя американцами Они не хотели ассоциироваться с русскими иммигрантами Это как это гетто, это какое-то не то Это не для нас, мы американцы Ну, в общем-то, я считаю, это глупо А я говорю, не стесняйтесь того, откуда вы пришли Кто вы есть It's ok, it's ok I embrace it Из английских, да? То есть это можно прекрасно Примите, примите это с уважением Каким Брайтон вам запомнился в те годы? И насколько он трансформировался? И как он поменялся сегодня? Колоритный, такой конкретный, где можешь прожить жизнь даже без английского Чувство семьи там на Брайтоне Брайтоне с Брайтоном, это история А сегодня, спустя 20-30 лет, да? Он для вас другой? Ну, мы уже по-другому немножко смотрим Потому что поменялись, поменялось люди, которые жили там Мы никогда не жили там, мы просто работали Да, мы работали в Национале Общались и пели для публики, которая жила на Брайтоне И, конечно, она своеобразная Естественно, там абсолютно свой мир Веселая, колоритная Я не знаю, как сейчас Но я знаю, что вот 18 мая, когда мы там все соберемся Мы почувствуем опять это тепло Это будет в Национале? В Национале, да Я так поняла, что это будет вечер памяти Софы, который ушел Марика Да, это были очень близкие нам люди Я ровно год назад как раз перед тем, как Софа умерла Мы встречались, я была у них в Национале Было очередное шоу, концерт И ничего не предвещало Нет Они были душа всего этого района, можно сказать Все это и... С ними, наверное, какая-то эпоха все-таки шла Конечно Конечно, кто их не знает, все их знают Все знают International Food, Национале Сколько тепла и сколько добра они дали людям И 18 мая, да, будем вспомним их Конечно, мы с удовольствием увидимся со всей семьей Со всеми друзьями там И надеемся, что это взаимно Вот, и... И желательно придут все, кто... В общем-то, нас знают еще давно С всех времен И... А может, кто-то придет, кого интересно посмотреть и послушать, которые никогда не были А может, интересно посмотреть, что я бы... А как они изменили? Только не изменили, да Он прошел столько лет, пойдем посмотрим на них Что с них стало? А давайте посмотрим, как это было Давайте послушаем песню Вы смотрите программу Persona Grata Сегодня у нас в гостях две очаровательные певицы, сестры Роуз Девочки, конечно, конечно, я посмотрела Эмма сказала, девочки Я еще очередной раз вместе со зрителями мы посмотрели, вспомнили песни тех времен На самом деле, вы совершенно не изменились Все, безусловно, хотят знать, что сегодня у вас происходит в жизни Такое ощущение, что вы все время вместе На концертах Такое ощущение, что вы живете вместе Хотя я прекрасно знаю, что Дина живет в Майами и Филадельфия Что Элла в Бруклине и в Лос-Анджелесе Когда вы успеваете вместе встречаться и выступать? Я ей звоню, говорю, лети в Майами, тут тепло И тут же подкупаю ее, ах, тепло Не потому что она со мной хочется, а тепло, лечу в Майами Нет, у нас когда какое-то намечается выступление Или какое-то где-то мы должны появиться Мы, естественно, летим в то место, где это происходит Нью-Йорк, это или Майами, или Лос-Анджелес Поэтому мы общаемся, когда мы прилетаем на работу, на выступление Поэтому кажется, что мы все время вместе Потому что мы подготовиться должны или еще чего-то Вот такой дуэт на эстраде Конечно, можно вспомнить сестра Зайцева А можно вспомнить американский был дуэт сестра Берри И я даже знаю, была история Вы исполняли их песни Мы до сих пор поем их песни с удовольствием Была история, когда одна из сестер пришла к вам на концерт Несколько раз она приходила в Националь Она приходила в свое время к Клэр Берри Своим мужем Она со своим мужем компания друзей Вот они приходили в Националь И мы с удовольствием с ней общались Ей даже тоже было интересно, что мы сестры поем их песни Она вышла на сцену И мы вместе втроем исполнили это черебим-черебом Для нас это большая честь И то, что она нам дала такое удовольствие Не забываем Но мы как бы исполняем их песни Они пели и так же и на идиш, и русские песни Мы исполняем их песни И почти у нас как-то даже Сливаются голоса Похожие даже такое исполнение И она нам рассказала историю Она говорит, когда вышел фильм «Москва на Гудзоне» много лет назад Мы в этом фильме участвовали И там слышны наши голоса, наше пение И еврейских песен Она говорит, нам стали Мне стали звонить друзья и говорят Ей, сестре Сестре Клэр Берри Она говорит, мне говорят, что наши голоса звучат в этом фильме Она им объясняет, что есть другие сестры Которые записали эти песни Звучавшие близко к нашему исполнению Я хочу сказать, что это такой На эстраде все-таки такой редкий типаж Когда сестры вдвоем поют близнецы еще в придачу Часто в жизни я слышу о том, что близнецы наоборот хотят У них такое соревнование идет У меня у самой папа У него есть брат-близнец родной И я знаю, что каждый из них Они соревнуются? И всю жизнь каждый занимался своей профессией И у меня было ощущение, что они соревнуются друг с другом Они не хотят, чтобы их сравнивали Есть близнецы, которые настолько их Настолько надоедают, что люди все время сравнивают А у тебя такой нос, а у тебя такие глаза У них ревность, наверное Или там, а ты лучше в этом деле, которое вы делаете, а там хуже То они начинают расходиться из-за этого А есть, которых абсолютно это не волнует Вот как у вас происходило Абсолютно, они у нас no competition Никакого у нас нету Мы не конкурируем друг с другом Я перевожу, потому что Тина вставляет английские слова Ну меня поймут русско-американская аудитория О чем я говорю? Вот мы можем подраться вот так вот Ну через пять минут миримся Куда деваться? Ну это всегда очень забавно смотреть на ваше такое Немножко даже, я бы сказала, такая детскость Да, вот настолько Друг друга Вот она что-то мне скажет, я отвечу, я же не смогу промолчать Какие-то серьезные творческие разногласия у вас были? Были У нас есть свое мнение, свое видение, как должно звучать Но мы сходимся как-то Ругаемся все время Ругаемся, но ничего Как какая-то репетиция, мы начинаем ругаться И у нас получается Потом идет репетиция Потом репетируем Ну потом сходимся Я уверена, что нашим зрителям, конечно же, хочется больше узнать про вашу Ну скажем так, не то, чтобы закулисную жизнь, да? А про то, как у вас сложилась жизнь Ну у меня более такая веселая, активная У меня была веселая, активная, более такая Ой, более спокойная и такая Ну хорошо Преданная А у меня немножко такое было в жизни Я знаю, что вашим мужем стал Алекс Шибашов Который был вашим продюсером И когда-то он вас увидел, нашел, открыл На Брайтоне, как раз таки в ресторане на Брайтоне И это сколько было лет назад, и сколько лет вы вместе? Мы много лет вместе Он аранжировщик, он прекрасный тромбонист Он джаз тромбонист Уважаемый музыкант Его уважают и уважали еще и в советские времена И до сих пор его все музыканты знают, очень любят, уважают Он хороший музыкант, аранжировщик И вообще, он нам как бы... Это то, что привлекло тебя, когда он взял тромбон, вспомнил Да, я влюбилась Она увидела его в тромбоне и говорит В тромбоне? С тромбоном И говорит, не могу У меня прекрасный муж сейчас Самое главное, сложилась личная жизнь Не переживай Сложилась личная жизнь у Дины На сегодняшний день, слава Богу, все нормально Да, Дина? Прекрасно и замечательно, что это все сложилось На тот момент, когда вы уже были звездами здесь Вы отправились в Москву Это все знают Вы победили в «Песне года», вы сотрудничали с Игорем Крутым Потом в какой-то момент вы опять вернулись в Америку А сложнее вам было начинать тогда Сначала, скажем, здесь? Не заканчивали У нас всегда было... У нас мы просто выезжали Мы никогда не жили постоянно в России Мы выезжали на некоторое время Приезжали сюда У нас тут маленькие дети были В 90-х годах, когда мы были часто в России Конечно, нам надо было там переехать туда и жить там Но в это время у нас подрастали маленькие дети И нам было тяжело оставить или оставлять их в Америке и полностью находиться в России Или перевозить их туда И это была у нас такая проблема И мы никак не могли решиться на такой шаг Хотя у нас был запоминающий момент на «Песне года», когда нас Валера Леонтьев Очень мы здесь два тура с ним проехали в Америку Вывел нас и познакомил с российской публикой на «Песне года» Он просто вывел нас за руки, представил перед всеми И это было очень приятно Был такой очень интересный момент в нашей карьерной жизни Ну и много других моментов было Мы участвовали во многих передачах Игорь Крутой нам написал два альбома в свое время А давайте сейчас перервемся и послушаем одну Николаев Игорь написал сколько текста Давайте сейчас перервемся и послушаем еще одну песню Давайте С того времени и с того альбома Ничего не поменять Ведь другим тебе не станет Это не смешно Все уже прошло Я устала чудо ждать И не буду больше звать Уходи хоть навсегда Бродяга Вы смотрите программу «Персона Грата» Сегодня у нас в гостях певицы-сестра Роуз Так много всегда воспоминаний, но сейчас уже подрастает, я так понимаю, следующее поколение Ваших детей, которые выходят на сцену Я была на концерте в Майами, где Стефани пела на сцене Это моя дочка Я знаю, и поэтому она была великолепна Как вы считаете, вложенный талант Это все передается по наследству Или это труд Или это заслуги самих детей Вы знаете, многие считают, что вот моя дочка Вот она на сцене Потому что ее родители как бы ее подтолкнули на сцену И она исполняла Она на сегодняшний день абсолютно независимо нашла свой путь в музыкальном бизнесе Она в Голливуде Работает с очень интересными продюсерами музыкальными Она записала песню Никакого отношения это ни ко мне, ни к моему мужу не имеет Она сама нашла, ее нашли Она работает очень известным продюсером, который написал песню Которую выиграла Say You Want Let Go Она полтора миллиарда просмотра была Плюс она выпустила свои песни Которые сегодня можно на YouTube везде набрать И она... Стефи Нова Стефи Нова Она называет... Это ее стейдж Она тоже будет с нами в 18 мая вместе с нами участвовать в этом... В ресторане на сценаре Да В ресторане на сценаре Она будет петь пару своих песен и несколько с нами И у нас есть такое трио там, где мы исполняем с ней И у нас песни с ней есть и про маму и такие У нас есть много чего... Будет трогательно Общего, весело, будет трогательно Будет по-разному... По-разному По-разному настроению Дина, у тебя сын, да? Я тоже знаю, что он тоже в этой профессии Нет 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 Он не захотел... Хотя у него есть Способность Я потому что где-то прочитала, что было какое-то выступление Где он уже участвовал Нет Он никогда... Нет Мне кажется, что немножко стесняется Хотя у него есть талант к музыке Он музыкальный Способность Но он... Нет Он как раз не пошел по этому профилю And it's ok It's ok Ну, слушай Ему нравится то, что он делает Как вы любите проводить свободное время И проводите ли вы его вместе? Да Мы? Ты не видишь по фотографии? И мы проводим Я сейчас это для широкой аудитории По фотографии я имею ввиду сошел-медиа Да Мы все дружим сошел-медиа И мы видим друг друга, где мы находимся, что мы делаем Ты знаешь, очень часто говорят Те мужчины, которые женятся на близнец... Одно из близнецов, они... Женятся на обеих Женятся на обеих Потому что столько времени, сколько мы проводим вместе И приходится... У них нет выхода И приходится привыкать к той идее, что... Рядом сильно Мой муж тоже знает Он понимает, что значит, если ты одна Это вторая идет Это никаких вопросов нет И все, кто близнецы Все, которые близкие близнецы Я сейчас разговариваю с публикой Они меня поймут Они нас поймут Те, которые близнецы и очень-очень близнецы А особенно их мужья Да Или жены Нет, не так жены Нет, минуточку Мужчины тоже есть, которые... Близнецы, которые очень близкие И жены как бы с этим... Я не встречала Я насколько я встречала А я встречала И жены знают, что надо делить Что? Что? Надо делить Ну, я из своего опыта... Я опять же говорю, что у меня папа и брат близнец Близнец Но я не могу сказать, что они вот настолько... Видишь? Потому что они... Видно, у них какая-то была конкуренция между двумя ими Наверное, они чего-то там хотели доказать, что я все-таки другой Что? Что я в виде его друга Она видите, она меня поправляет Но чувствуют друг друга Конечно Когда... Когда папа... Вернее, не папа, а его брат попал в аварию очень тяжелую То... Мой папа приехал к нему в больницу И тот после комы пришел в себя Поэтому вот эта связь, конечно, безусловно Я верю в то, что она есть И уверена, что вы ее чувствуете все время, да? Они однояйцевые Есть фортэнл, есть айдентикл Они похожи Вот они однояйцевые Да, они очень похожи Я их в детстве не различала Каждый выход ваш на сцену Всегда видно, что кто-то... Ну, что вы очень элегантно выглядите Вы всегда прекрасно одеты Вы всегда все со вкусом И, конечно же, всегда возникает вопрос У вас есть какой-то стилист, кто создает вот эти очаровательные, красивые образы? Ну, у нас есть помощники Вот в последнее время мы работаем с Дианой Дорожкиной Очень известная дизайнер и модель И вообще известная личность в Украине Вот, и она нам помогает Нам многое шила Лариса Кравченко Лариса, да Она местная Нью-Йоркская дизайнер Лариса Кравченко Вот сейчас мы с Дианой Дорожкиной немножко работаем Да, я видела работу Дианы Мне тоже очень нравится все, что она делает Очень талантливая, да Ларисой мы уже много-много лет были Ну, она, да Она знает уже нас Она знает, что нам подходит И Диана очень Она очень профессиональный человек Так что мы с помощью Немножко, да Какие песни составляют ваш репертуар О чем вы сегодня поете О чем хочется сегодня петь О чем не хочется Что хочется вспоминать О любви Ну, это сборы Ну, а то что О чем песни И опять о любви И опять о любви Ну, это прекрасно О чем обычно песни Так, песни это же или о любви О погоде Или какой-нибудь мат Ну, у нас давай выбираем Нас о любви О любви Не получается Мат не получается У меня получается У меня получается Но я не буду Ну, может начнем Пора Каждая встреча с вами Это всегда Такой позитив Улыбка По-моему, уже сама Всегда изнутри Всегда хочется С вами о чем-то серьезном Поговорить Всегда хочу И я понимаю Что Не то что Даже на этого не хватает времени А Вы настолько легкие Вы настолько Приятные в общении Что даже Ничего серьезного не хочется Хотя Опять же Вот задам такое Мы стали говорить Про песни о любви Нет, мы стали говорить о любви И обычно Когда задаешь этот вопрос Что Для тебя любовь Что для тебя любовь И У каждого У каждого Что-то свое Я бы хотела сегодня Я поняла, что такое любовь Намного позже В своей жизни Что это такое Я ожидала Чего-то Представление У меня было одно Помоложе А сейчас Я поняла, что это такое Только сейчас Так что Я рада, что я это поняла В полном смысле Этого слова Так как Мне легко И приятно Я понимаю Любовь Разная Любовь Нельзя определить В одном Понятии Любовь к ребенку Любовь К мужу Любовь Любовь к природе Любовь к народу Есть разная любовь Безусловно И я не знаю О какой любви Ты имеешь ввиду Я говорю о любви женщины Да Всегда есть такой стереотип Что если женщина красивая Если женщина успешна То любовь Это как само собой Разумеющийся атрибут В ее жизни Совсем не так Не совсем Совсем не так Как ты понимаешь Что это все кажется Мы имеем какое-то представление О определенных персон А когда в глубже залезешь Ты понимаешь Что все так как Или у всех И не так Ну когда начинаешь Копаться Копаться И видишь Что все то что нам кажется И то что мы представляем Это может быть совсем не так Ты о любви да? Я про любовь говорю Окей Я говорю что я нашла И поняла Что такое любовь И слава богу Что я хоть в моей жизни почувствовала Вот только сейчас Это то чувство которое Женщина выращивает Взращивает себе Или она с этим Наверное надо пройти Определенный путь Не всем Но есть ли люди Которым надо пройти Какой-то определенный путь В жизни Чтобы полностью понять И оценить отношения Что такое хорошее отношение к тебе И ты хочешь это отношение Хорошее Дина хорошее отношение И любовь Это две разные вещи Нет это все вместе Потом ты начинаешь Нет Я считаю что Как раз таки интересно Любовь и отношения Это разные вещи Любовь Я про любовь Потому что для меня это одно и то же Это все вместе Есть люди молодые Которые определяются И знают что такое Любовь и отношения Понимают И понимают Им не надо Расти к этому А есть которые Есть которые Вот я Возраст Вот я отношусь тем Которые Тебе лучше повезло А мне Надо было Пройти Лучше повезло Эти Меня понимают Аудитории Пройдя уже Ну достаточно Да Такой-то определенный Отрезок жизни Вот Сегодня Вы можете сказать Что вы Достигли Получили то Чего хотели Или Осталось Внутри какое-то Сожаление о том Что что-то не сделано Нет Мы еще Бьемся Мы еще идем вперед Мы еще должны Достичь определенного Какого-то Пути Которого Который Я вижу А ты что Я знаю что У нас очень Были много Преград В нашей карьере К сожалению Через которые Мы должны были Перепрыгивать И Перелазить Перелазить Ну ничего У нас Карабкаться Вот если вот Возвращаясь к этому Я знаю что вы Всегда в интервью Вы уходите От этого вопроса Вы никогда его Не хотите озвучивать Я так понимаю Наверное чтобы никого Не обидеть Вот тот момент Уезд из России Это был Побег связанный Я не знаю С криминальной Обстановкой На тот момент Нет У нас это как раз Было то что мы говорили То что Мы говорили Это дети маленькие Это тянуло Мы что выросли здесь В Америке Это кажется К многим людям Которые нас не знают Им кажется что мы Приехали из России Мы жили Выросли в этой стране С 11 лет И нас И нас тянуло Там где мы выросли Поэтому Нам было очень тяжело Привыкнуть И понять И от детей Оторваться Все это вместе Поэтому Ну кроме этого У нас были Конечно Такие были Преграды Которые мы должны Были как бы Или переступать Или осилить У нас наверное Надо было более Быть настырными Ну Мы как то Не знаю Под влияние Других Попали И может не туда Повернулись Что значит преодолевать Трудности Для каждой из вас Не сдавать Ну мы не сдаемся Как видишь Нет трудности вообще Ты не просто говоришь Про карьеру А вообще Как вы трудности Я сейчас в общем спрашиваю Потому что понятно Что ни у кого в жизни Ничего не бывает Для меня Сврекнула И пошла Вперед Для меня Для меня лично Как долго переживаете Вот эти кризисы Для меня лично Самая ужасная Трудность Которую я должна была Пережить Это предательство Особенно на близких Людей А предательство Это я считаю Это самый тяжелый Такой момент Может быть И человека Но его надо Как-то пережить Это для меня лично Заняло долгое время Прийти в себя Но пришла Ну приходится А я считаю Надо стряхнуть И вперед 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 Потому что у меня было Много разных моментов В жизни Я себе сидела И начинала Сосредоточилась Вперед Двигать дальше Положительно Видеть И ведь Иметь какое-то Представление Вот чего ты хочешь И все время Об этом думать И ты добьешь Мы смотрим Вперед А я смотрю Вперед Потому что действительно Впереди Уже ждет 18 мая 18 мая Мы можем увидеться Все в ресторане Националь Где будет теплая встреча Где будут вспоминать Соху Где соберутся Я так понимаю Разные музыканты Того времени И это будет Очень теплая Душевная встреча Такая же Как у нас была Сегодня с вами В студии Спасибо огромное Спасибо тебе Приходите Вы смотрели Программу Персона Грата Сегодня у нас В гостях Были Элла и Дина Роуз Нас в гостях Были Сестра Роуз Оставайтесь с нами На телеканале НТВ Америка И хорошего вам настроения ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова